Желание купить новый айфон заставило 16-летнего мальчика стать наркоторговцем. Подросток погорел на первой же операции, теперь вместо дорогого телефона его ждет тюрьма. Получив задание от анонимного лица через телеграм и обещание крупной оплаты, мальчик забрал из тайника груз наркотиков. Но пока ждал электричку в Большом Казино, сам употребил большую дозу и был задержан местными жителями из-за неадекватного поведения. Мы в поселке Большом Казино обнаружили молодого человека в наркотическом опьянении с большим количеством наркотических веществ. Живет молодой человек на сортировке. Сейчас молодой человек с большим количеством наркотиков приехал делать в поселок. Хорошо его задержали местные жители. Он под наркотиками. Он под наркотиками. Хочи, ими наркотиками. Стой, 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 стой. На скидок на кардинаты приехал, забрал. Палых разложений было. Написали в телеграмму. Приходят извещения на телеграм, различные приглашения, вот эти кураторы, зазывалы. Вот у него пришло, что от Веры Брежневой, вот так вот, уже в процессе переписки, оказывается, не какая-то не Вера Брежневая, а вот хочет подзаработать. Вот захотел. Я его видела из окошка. Он ходил, ему казалось, что на него кто-то нападает. Он был загнут как будто в какую-то клетку между четырех домов. Он ходил именно по нашей улице, и ему было очень страшно. В никаком состоянии он был. Он разделся полностью, разулся. Сходил он так вот по этой улице, туда, ближе к тем домам, в сторону школы. А потом они ходили, видимо, он раскидал вот эти вот пакетики. Ну и люди, жители большого казина, когда видели, что мальчишка какой-то незнакомый, ходит по улицам, падает, спотыкается, что-то у него из карманов валится. А это как раз это пакетики. Они его просто задержали, а он ничего им объяснить-то не мог, потому что был в неадекватном состоянии. А вы что употребляли, что были в неадекватном состоянии? Мы все должны попробовать. Ну и как? Мне не понравилось. А помните то, что вас с местными сдержали? Не помните от момента? Когда уже в сознание пришли? В какой момент? Когда я ехал в Бобике уже. В полицейской машине, да? Он должен был где-то с этими найденными веществом уехать в Нижний Новгород. Там какое-то задание у него было, хотя он сам уже и не помнил. Ему нужно было ждать три часа электричку. И вот решил попробовать. Хотя ранее наркотические задания употреблял, и, как он поясняет, через 10 минут он все. Ничего уже не помнил, не понимал. Мы не... Сказочный долбоеб. Знали об этом. Да, он загорелся, телефон купить дорогой. Решил денег заработать таким путем. Вот и все. А какой телефон ты хотел? Телефон 12. Там много вам платили? Я нисколько не заработал. Распространяют вот это яд через вот таких, как он. Ловят мальчишек. Они портят жизнь, да. А их очень трудно раскусить. А вот у таких молодых они просто зарабатывают просто деньги. Вот он сейчас, наверное, уже понимает ответственность и понимает последствия. И родители понимают, что хорошим-то ничего не закончится. И для него, и для них. Хотя, еще раз говорю, родители абсолютно нормальные, адекватные, порядочные люди. Кто работает в хороших организациях. И еще раз говорю, с высшим образованием оба. И к нему-то никаких вопросов никогда не было. Он и хорошо учился, и в школу закончил, и техниками учился. Отыгрывается и все отвечает за то, что делает какие-то товарищи. То ли из России, то ли вовсе не из России. Это все пересылают. Все это, чем этим занимается. Крайними получаются вот такие мальчишки, как он. Теперь этого 16-летнего мальчика могут ждать до 20 лет лишения свободы. Статья очень тяжелая. Минимальное наказание по ней 10 лет. Итак, ребят, вы посмотрели ролик. И теперь без шуток, да? А хотя шуточку можно вставить. Вот смотрите. Люди продают почку за айфон. Продают там еще какие-то органы за айфон. Девушки делают... Понятно что, да? Барням за айфон. Человек торгует наркотиками за айфон. Никто... Никто не продает почки ради андроида, ради та самсунга. Никто не делает там это самое ртом ради самсунга. Никто не торгует наркотиками ради самсунга, ради андроид телефона. Все за айфон. Мое. Я хочу внести в Госдуму законопроект о запрете айфона. Потому что айфон портит молодежь. Вот как компьютерные игры портит молодежь, айфон тоже портит молодежь. Вот, ребят. И теперь, серьезно, ситуация херовая, да? Не смешная. Во-первых, родители должны были следить за тем, чем занимается их сын. Ну, там, чем занимаешься, тырпыры, куда идешь. Потому что еще парень, как понимаем, малолетний, да? Ну, тут за всем не уследишь с другой стороны. А с другой стороны вопрос. Да, ребят, у меня тоже приходило в смс-сообщениях, ватсапе, с плюс один код. Плюс один. Это, видимо, американские. Ну, я забил вот этот вот индекс плюсовой. На чего, ну, с плюса начинается номер, а там дальше идет плюс один, 900. Я забил. Это, типа, Америка, Канада. И вот мне пришло тоже сообщение такое, что, типа, вот, хотите, типа, вот, работать, зарабатывать от двух до тридцати тысяч рублей в день. Ну, то есть, когда такое приходит, явно, ну, как-то, ну, понятно, что я взрослый человек, я знаю, что это все уже херня. Что, если вы пойдете туда работать, то вас сольют, когда нужно будет время. Сколько бы вы там год работали, два года не работали. Ну, короче, долго вы там не проработаете, ребят. Мой вам совет, не ходите, не клюйте. В нужный момент вас сольют, когда вы станете негодным. Ну, я имею в виду, сольют, сдадут. Ну, а уже другой вопрос, почему эта хрень есть, почему она происходит, почему люди, зная то, что вот у меня есть, допустим, это смс. Я могу пойти в полицию сейчас. Ну, я имею в виду, то, что мне пришло сообщение в WhatsApp, то, что, вот, типа, ну, на раскладчиков. Почему люди не идут в полицию и не говорят, что вот мне пришло, давайте расследуйте эту фигню. Ну, напрашиваются вопросы на сами себя. То есть, родители должны были еще ему объяснить, что так-то, 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 так-то. То есть, должны объяснить, что к чему, что это херовая работа. То есть, просто нужно больше разговаривать с детьми. Ну, ребят, таких ситуаций по России, я уверен, нас до хрена. Это печально. И просто на будущее, если у вас есть дети, говорите с ним на эту тему, то, что вот есть такие вот, так скажем, о вредных профессиях, на которых не нужно идти. Это был такой небольшой ролик. Всем спасибо, подписывайтесь и пока. Кстати, у меня появился Бусти. На Бусти я откупил сейчас новый микрофон. На Бусти я буду делать новые обзоры фильмов. Здесь я хотел их выкладывать, но почему-то, ребят, какая-то глупость началась. В общем, я сделал обзор на фильм, выложил его. Мне пишут нарушение авторских прав. Дают мне ролик, дают мне ролик, дают мне тайминг, с какого по какого времени идет нарушение авторских прав. Я, значит, беру этот, вот этот отрывок, да, его врезаю отдельно, загружаю на YouTube. И он мне пишет, что ограничений нет. А в формате, вот именно обзора, в формате обзора, он мне пишет, что этот контент заблокирован за нарушение авторских прав. Хотя этот же ролик, если отдельно его загружать, он не блокирует авторские права. В общем, на Бусти, ребят, я там есть. Я знаю, что, скорее всего, никто туда не подпишется. Там подписка стоит 30 рублей. Самая нищебродская, самая минимальная. В общем, если есть желание, подпишитесь на Бусти. Ссылку я оставил, у меня на канале есть, и ссылку я оставлю под роликом. Ладно, там буду я делать обзоры фильмов. Всем спасибо и пока.